всем привет привет сегодня мы с вами смотрим тему которую вы видели до название почему я не могу себя поднять мы не будем рассматривать там контексте какой-то конкретной сферы вы будете заказывать своего человека неважно какой гендер вот но тот человек в котором хотите не знаю понять разобраться сначала я дам его энергетику да то есть сигнификацию ясное дело что люди разные здесь поэтому вам рассматривать энергию которая излучает этот человек мне так проще чем его описать и если после сигнификации после энергии которые я озвучу вы в нем узнаете своего человека то дальше вы смотрите на ответ на вопрос почему вы не можете его понять вот в чем сложность чем трудность иногда бывают такие моменты даже не иногда чаще всего да мы не можем заглянуть голову другого человека и прочитать его мысль а у нас есть только лишь представление о том что может этот человек думать что может происходить у него в голове и не всегда то что мы думаем что этот человек там думает либо размышляет либо что-то у него там происходит главе что это так чаще всего это наши иллюзии то есть наш может дорисовывать поэтому в идеальных отношениях мы всегда уточняем мы всегда задаем вопрос о чем ты думаешь на либо там если вы делаете какой-то вывод правильно ли я поняла что ты подумал об этом либо правильно или я поняла по твоей реакции да что ты хочешь вот этого то есть уточняйте тогда вы будете сто процентов уверены на что человек вам говорит то что действительно у него происходит а не то о чем вы додумаете вообще выстраивание отношений межличностных и коммуникация мне кажется это один из самых сложных искусств уметь говорить с людьми потому что при взаимодействии с людьми у нас появляются какие-то наши комплексы наши страхи нашим внутренний сценарий который мы проецируем на других людей и получается полная каша хотелось бы до чтобы когда мы общались людьми мы действительно в людях видели их личность они то чтобы они думают то что мы дорисовали то что мы придумали потому что в большинстве своем это происходит неосознанно и вот представляете вроде бы ты живешь человеком дали бы знаешь человека долгое время и тебе кажется что да ты уже все о нем понял да тебе уже все известно а а потом оказывается что а я-то и не знал на самом деле человека оказывается он был совсем другим то что я знала это было мое представление моя фантазия моя иллюзия и тогда люди разочаровываются это очень больно чтобы не разочаровывались на учимся общаться коммуницировать так позиции увидите перед собой тему как я уже говорила в прошлом раскладе я взаимствовала у марины ссылку на ее канал дам в описании к этому ролику также в описании к этому ролику и ссылка на мой второй канал на youtube кто не подписался подписывайтесь короткие там расклады на одну позицию не повторяющиеся с этим каналом то есть я всегда стараюсь за исключением телеграм-канала потому что он у меня уже не хватает фантазии на три площадки придумать разные темы да то есть иногда в телеграме я дублирую что-то из своего канала либо наоборот на каналах дублирую что-то из телеграм-канала но а то что я записываю на youtube каналах на этом или на своем втором вот это всегда ну как сказать уникальное не повторяется да потому что я в своей жизни не люблю повторений вот и поэтому на каналах мне кажется что неинтересно что-то повторять причем это не касается только этого года а это вот вообще из года в год я стараюсь не не повторяться то есть я не беру например расклады которые были там пять лет назад и заново на эти темы делаю ну потому что не могу придумать что-то другого нет у меня такого нет вот и если вы хотите прийти на личные консультации либо приобрести какую-то мою услугу по ссылке в описании к ролику мои услуги переходите читаете и связывайте со мной желательно в телеграм мне так удобнее потому что на почту вы тоже можете написать да я тоже увижу но иногда бывает так как случилось например прошли в прошлую неделю на близконсультации письмо попала в спам и я чисто случайно туда заглянула и увидела заявку вот а если бы я не посмотрела то заявка бы висела просто так и человек бы подумал что я ему не хочу отвечать а в телеграме я просто вижу вот но это не говорит о том что если допустим вас нет телеграма вы не можете мне написать на почту я просто буду более внимательны следующий раз и буду заглядывать почаще в папку с вами я просто не понимаю как туда она попала вот и пользуясь случаем на сегодня у нас пятница если вы перейдете на главную страницу моего канала в раздел сообщества и нажмете на него то первый пост будет говорить о блиц консультациях которые я провожу на выходные что это значит это значит что вы не только в пятницу но и на выходные можете прислать мне заявки на блиц консультации на те вопросы которые будут обозначены в лице вот мне кажется вроде все сказала давайте теперь поработаем позиции вы думаю определились тайм-коды есть в описании позиция номер один голубенький камешек единички начнем будем работать на колоде тару сумасшедшего дома очень люблю когда надо что-то погрузиться в какие-то там эмоции в чем-то разобраться люблю это колоду в скором будущем жду новую колоду обязательно вам ее презентую всему свое время и так прежде чем мы посмотрим почему вы не понимаете человека дать дам описание до этого этого персонажа кого вы тут загадали какая энергетика у этого человека семерка наклеим здесь энергия человека хочет сказать психологически незрелого да то есть это может указывать на возраст что здесь действительно человек молодой и моложавый либо не совсем опытный почему потому что арканы которые выпадают они мне указывают на цикличность на может где-то в чем-то на наивность человека который в большей степени делает акцент на материальный план то есть либо это человека работает и хочет что-то получить какие-то результаты то есть он как будто бы на данном этапе вот как я его считываю да он зациклен на на финансах вот и но финансов здесь не так много и поэтому человек хочет как-то либо больше заработать либо ссоре либо у него акцент идет на какие-то ресурсы но при этом сам по себе человеку он достаточно удачливые ресурсные но он как-то этого то ли еще не осознают не понимает и из-за того что вот он зациклен именно на финансах он часто начинает не то чтобы психовать эмоционировать и вот когда включается эмоции тогда как говорится последние деньги уходит от него здесь ему как подсказка идет о том что деньги сами будут приходить если человек будет спокойно расслаблен наслаждаться жизнью как он будет понимать что он отклоняется от своего пути тогда когда первое ему перекрывает финансы если он не обращает внимание на то что у него перекрыли финансовый поток ну то есть денег стало меньше то следующее указание на то что он отклонился от своего пути это будет здоровье то здесь человека начинает болеть здесь будет проблемы со здоровьем поэтому если вы видите что есть какие-то трудности сложности сразу можно понимать что этот человек как-то ушел от своего пути потому что он по своей еще расскажу по своей натуре по своей природе человек удачный везунчик человек вот но для того чтобы везение было этот человек должен быть в гармонии с собой то есть он должен быть спокойным он должен быть очень позитивным доброжелательным такой знаете человек который кайфует от жизни может быть кому-то казаться что он какой-то узнаете повеса такой поверхностный шалтай болтай без каких-либо целей но вот именно вот в таком состоянии когда на этот человек просто человек мира на какой-то вот человек вселенной без каких-то конкретных целей тогда к нему приходят деньги вот но здесь человек который хочет помогать да он видит нужды и проблемы других людей вот мне кажется что он здесь принципе жидноватый сам по себе вот потому что есть зацикленность на ресурсах у него почему-то есть время ощущение что ему не хватает я не знаю сколько он получает вот но человек энергия такая что вот мне все время не хватает причем здесь может быть знаете еще какая-то забота по отношению к другим людям то ли у него какие-то обязательства есть по отношению к другим людям и вот ему не хватает и на себя и на других и вот он как будто бы прикрывается тем что вот мне надо ну другим как как будто бы что-то как-то заботиться они да я несу за них ответственность на самом деле здесь вот как-то ну душа человека такая что вот он когда у него есть финансы чувствует себя безопасности то есть вот деньги для него это вот прям не пустое слово она дает вот как-то спокойствие не исключаю что здесь человек может считать что ну за деньги можно купить все а если нельзя то то она мне не очень-то и нужно да то есть вот какая-то такая здесь энергетика этого человека идет так если вы узнали этого персонажа да эту энергию который здесь идет речь здесь к это незрелая да я уже сказала давайте посмотрим почему вы не можете понять этого человека хотя уже и без карт чисто из психологии можно понять почему потому что здесь будет разногласия в ценностях как правило вот к таким людям всегда дают духовных для чего для того чтобы они научились смотреть на пир через призму других ценностей до более духовных что человек не является только материи вот поэтому как говорится твоя моя не понимает вот поэтому скорее всего вы здесь более духовный человек и поэтому ну сложность то то есть один другого не понимает разные взгляды разные ценности но все же почему вы не можете понять этого человека что и требовалось принципе доказать да туз кубков ну сейчас я выложу еще 3 2 аркана вы не можете понять этого человека потому что вы абсолютно разные вы абсолютно хотя есть что-то схожие да то есть вот в контексте обязательств контексте какой-то заботы то есть схоже с чем вам нравится заботиться об этом человеке этому человеку нравится принимать вашу заботу но почему вы не можете понять потому что для вас вот туз кубков он важен да то есть вот это вот состояние на полностью эмоциональности радость то есть вы сами по себе достаточно позитивный человек и вам не нужна привязка к материи для того чтобы ощутить себя счастливым то есть вы можете не иметь той суммы денег да в кармане либо там на счету но при этом чувствовать себя не знаю счастливым человеком удачником веселый наполненный вы наполняетесь эмоциями то есть возможно для вас там не знаю идете по улице увидели что-то красивое посмотрели там на небо посмотрели на птичек не знаю кто что там пел кто-то увидели какую-нибудь парочку влюбленные улыбнулись все у вас настроение подняло все классно здесь же этому человеку огне такой да ему поднимет настроение только цифры на счете на счету на счету сори цифра в банке данной счету да вот тогда он будет как-то вот улыбаться да то есть вот у меня есть денежки и теперь я радуюсь этому вы же нет вы же абсолютно другой человек вы эмоциональный вам нужны эмоции вам нужны чувства переживания вы вы парите вы летаете вы вдохновляетесь вы любите искусство красоту вы любите доброту человечность щедрость ну то есть я говорю вы духовный человек вы живете другими принципами это же человек живет так от зарплаты до зарплаты конкретно есть деньги окей значит сегодня пойду супермаркет поем куплю что-то сяду поиграю там в приставку что-то такое сделаю вы значит я хорошо у меня все классно у меня всего супер если нету денег все я в панике а вы же наоборот если вам не хватает эмоций до каких-то вот тогда вы будете грустить то есть вы смотрите на мир через призму разных стихий для вас важна вода вода чувствительность состояние вдохновения на то есть вот духовное соединение слияния с источником а каком источники не дай бог в этому человеку скажет он скажет один источник есть это только вот бабло все остальное это вот бред там я не знаю чего-то там кого-то вот вы так наполняетесь на то есть для вас вы верите в любовь и вы верите действительно там есть на дружбу вот что-то такое чистое здесь же человек он как будто вы знаете достаточно молодая душа не в контексте возраста а в контексте начального этапа развития да то есть этот человек здесь он познает именно материальный мир вы скорее всего более древняя душа да и поэтому вот для вас ценность духовность а для него ценность без духовности вот в этом и все да то есть рожденный ползать летать не умеет вот вы летаете а он ползает вот 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 и все разногласия поэтому вы не можете понять вы смотрите на этого человека через призму своих собственных ценностей и вам они чужды то есть вы не можете понять как человек может быть сыт там я не знаю каким-то бытом да либо вот я не знаю элементарной обыденности да пошел на работу поработал пришел поел лег спать и завтра опять на работу его и вот в этом вот весь его кайф вот а вам нужны впечатления да вам нужно что-то другое вам нужно куда-то поехать что-то видеть с кем-то пообщаться прочувствовать защитить увидите этот мир узнать здесь вот вы горите понимаете хоть и вода но вы горите этой жизнью человек здесь примитивный то есть вы не можете понять как можно не открыть какую-то книжку почитать то есть как ты можешь не знать вот это это же элементарные вещи человек говорит может вам говорить о том что вот твои книжки они дают мне ну то есть мой живот набью да то есть я могу на них пойти поесть что-то нет все значит это не умеет для меня такой достаточно упрощенный вариант может быть чем-то даже примитивные существования да но это вот просто такой этап развития души да ему важного поэтому я сказала на этой земле это возможно молодая душа поэтому она познает материальный мир она только адаптируется к этому а вы уже прошли ни одно воплощение поэтому у вас уже другие понятия вам нужны и другие вещи вот почему еще вы не можете понять этого человека потому что этот человек он эгоистичен он на инфантилен и а у вас ну то есть у него выпадает паш монета у вас выпадает королева монет да то есть вы умеете заботиться о другом человеке а этот человек не умеет заботиться о других он только заботиться о себе ему он только познает да я не волшебник я только учусь вот он так поэтому вы всегда будете отдавать по тузу кубков по королеве монет по солнцу вы человек дающий этот человек берущий нуждается вас ну в том что вы даете вы не понимаете потому что вы смотрите через призму солнца позитива силой власти у вас больше власти над этим человеком но это человеку я как я уже говорила да и не буду повторяться вот он мелкая пешка да то есть он пешка а вы королева но есть разница конечно есть разница вот но опять же таки сказать что это там я не знаю плохо или хорошо если вот у вас есть коммуникации с этим человеком каким-то образом и вы встретились значит вы учитесь заземляться а он учится летать благодаря вас да было вам благодаря вам то есть по аркану солнца вы здесь такой человек который знаете не знаю ответственные которые имеет в себе какие-то лидерские качества может за собой вести может наполнять людей может вдохновлять то есть выдающий вы донор а этот человек вам не может ничего дать вот абсолютно ничего не может дать ну он даже понимаете он даже вас и научить не может чему-то то есть если вы будете учиться заземлению то что я сказала это не потому что он вас учат это потому что вы у него учитесь то есть наблюдаете и учитесь через анализ через там я не знаю сопоставление до того чтобы будете делать какие-то анализы понимать почему человек так поступил да на что он обращает внимание то есть вы учитесь он вас не может ничему научить но вы можете его именно научить не он у вас может научиться вы ему можете ночи через то что вы будете наполнять и у него энергия прокачивать его показывать насколько позитив наполненность важны что вы получаете то есть вы будете давать ему подпитывать его энергии подбрасывать ему какую-то информацию вы будете помогать ему чувствовать себя более уверенным да вы будете давать ему передавать какую-то власть над собой в кавычках да на собой ну то есть позволять ощутить себя сильнее чем вы и тем самым вот как будто бы почувствовать как это когда человек может управлять вами да то есть вот как-то подпитать его эго что ли но вы это делаете и тогда когда вы это захотите конечно же на опять-таки не для того чтобы подчиниться этому человеку а для того чтобы этот человек ощутил насколько это классно быть уверенным в себе для того чтобы понять к чему ему стремиться каким энергиям вот здесь как-то так дико будто бы там не знаю мама и сын как какие-то такие энергии даже если это личные отношения то все равно мужчина здесь такой в позиции под идет либо начальник и подчиненный так позиция 2 хотел сказать позиция под позиция номер 2 красный камешек так двоечки смотрим вас энергию человека которым здесь идет речь энергия которого здесь загадали смотрите здесь либо вы загадали женщину либо это юный человек женскими энергиями даже не женскими энергиями женскими какими-то наклонностями как-то так что это да что это за человек не важно какой пол так я уже обещала в начальство и не буду говорить с акцентом на гендерную принадлежность а здесь человек во первых способностями здесь человек больше интроверт человек который прям у него не хилые способности на самом деле я как будто бы здесь ощущаю человека который не знаю как медиум что ли какой-то вот человек который общается с духами общается с энергией здесь очень много холодной энергии какой-то вот космической что-то такое астрал астральная энергия вот с миром мертвых вот что-то такое как какие-то такие способности идут но здесь наклонность к светлой если мы говорим про магию да хотя нету черной и белой магида есть то как ты эту магию используешь это все зависит от мастера но вот все же здесь вот что-то такое чистое здесь нету писавщины здесь нету негатива здесь человек он интроверт сто процентов здесь человек закрытые замкнутые наверное поэтому вы его не можете понять да что у него на уме здесь у человека есть какие-то цели конкретные здесь у него есть способности причем даже человек может что-то рисовать причем рисование здесь как самовыражение и как способ коммуникации вот с кем он там общается я не имею ввиду с людьми с какими-то энергиями вот рисование идет как способ коммуникации причем это может быть от сюрреализма до прям не знаю какой-то вот кубический что ли какой-то стиль такие не совсем суразные рисунки здесь нету реализма как стиля до направления здесь вот прям что-то такое необычное не совсем понятно но вот в этом есть какой-то определенный смысл либо здесь человек который принимает там я не знаю грибы там айваску либо еще что-то такое здесь здесь нет не сказать не наркотики а здесь вот что-то такое естественное но может быть таблетки да не буду называть и забыла что могут запретить это все нельзя то есть здесь какие-то искусственные препараты но это не тяжелые наркотики не здесь как будто вот опять же так игру какие-то грибы вот такое грибы либо какие-то лианы и ну что такое растительное здесь идёт травы какие то здесь человек может входитесь а здесь энергия почему я не могу сказать что-то другое дополнительно потому что здесь вот прям очень такое много энергии видоизмененного состояния бессознательного видоизмененного состояния либо человека есть какие-то видения либо если мы допустим говорили бы про возраста я бы сказал что здесь что-то такое подростковое потому что здесь очень много не то чтобы иллюзия а очень много каких-то вот представлений причем что-то здесь акцент идет с психикой не совсем опять же таки что такое норма до норму как говорится по палате до выстраивается но если ты находишься в обществе где много таких людей скажем так искусство дату они все немножечко с отклоненностью будут то есть это то есть нет здоровых людей да есть не недообследованные вот здесь как будто бы недообследованы и да здесь какие-то такие люди вот но здесь также может быть еще если вы загадали детей здесь может быть подросток который знаете как-то разочаровался в любви здесь как может быть парень такой с очень тонкой душевной организации либо может быть девушка да тоже такая вот нежная чувствительность как человек который разочаровался в любви причем знаете любовь здесь может быть такого человека, когда партнер там ушел из жизни по каким-то причинам. Вот. И то ли это была первая любовь, то ли что-то такое. То есть здесь не физический разрыв, а здесь разрыв какой-то вот насильственный был. И поэтому это как человек здесь входит в какое-то видоизмененное состояние, чтобы находиться на связи со своей любовью. Вот так как-то я скажу. Опять же такие, какие еще здесь могут быть энергии. Но здесь человек может быть мечтательный, однозначно, мягкий. Но вот все равно упрямство здесь проходит. То есть сказать, что можно как-то, используя эмоциональность этого человека, подчинить его себе нет. Здесь человек он знает, что он хочет. То есть здесь не прогибает. Может быть даже человек иногда идет как-то вот какая-то агрессивность идет, но только лишь потому, что он хочет, чтобы его оставили в покое, чтобы его как-то вот не дергали. Ему в том состоянии, в котором он находится, вот очень напоминает подростковое какое-то состояние вот у подростков. Это какая-то ломка у них, да, и я хочу быть закрытым, да. То есть когда человек учится выстраивать границы, да, закрывает дверь, не разрешает, чтобы родители заходили к нему в комнату, потому что он чувствует, что это его пространство и нарушает это пространство. То есть здесь вот этап именно границ. Поэтому если это все-таки ваш ребенок, учитесь стучать, учитесь спрашивать разрешение, можно ли войти, или... Потому что здесь ребенку очень важно. То есть для него его пространство, в данном случае его комната, это его мир. И врываться в его мир для него ну это будет очень болезненно. Поэтому учитесь уважению, учитесь правильному, верной, верной коммуникации, да, и тогда он будет вам доверять. Но здесь вот пока такой, знаете, человек, который закрытый. Человек не хочет, ему никто не нужен пока, потому что он живет в каком-то своем мире. Я не вижу, чтобы здесь было какое-то вот отклонение, да, там, я не знаю, например, там депрессия, либо еще что-то. Нет, здесь просто человек, он такой. Здесь человек может что-то там писать, вести какие-то дневники, я уже сказала, да, рисовать, может что-то коллекционировать, может что-то делать, какую-то кропотливую работу руками. То есть там что-то, какие-нибудь там стразики клеить, либо что-то такое. То есть то, что с одной стороны однообразно, а с другой стороны требует большой концентрации внимания и энергии, да, то есть вот он на это тратит. Здесь не тот человек, который будет сидеть там играть в какие-то приставки, либо еще что-то. Нет. Здесь, либо здесь человек, вот прям чувствуется, он уходит к какой-то наклонности в прочтение книг. То есть он читает очень много такой разной, может быть, сложной литературы, да. Если легкая, то это вот что-то такое в виде фантастики, да, например, может читать, интересоваться. Либо уходить в какие-то сложные понятия, изучает вот какие-то концепции, философию, но не раннюю, там, например, Древней Греции, а скорее всего больше там что-то такое европейское. Там Декарт и так далее, да, то есть вот почему-то немцам не иду, да, вот какое-то такое, что-то такое, немецкие какие-то понятия. Вот. То есть здесь человек делает акцент на психологию. Вот. Опять же таки, если это подросток, мне просто фонит очень сильно в подростковом возрасте, да, то здесь человек выбирает стиль одежды и ему, да, не знаю, если вы родители знаете, когда там глаза черным подкрашивают, такая вот мрачная одежда оверсайз, там, я не знаю, шляпки, пирсинг, длинные волосы, ну, в общем, такое, знаете, это тоже своего рода какой-то вот, не то чтобы протест, но заявление о том, что я личность и со мной нужно считаться, меня нужно уважать. Но, к сожалению, к огромному сожалению, из-за того, что здесь идет непонимание вот такого выражения, да, этой личности, я не вижу, чтобы здесь было именно уважение. Здесь такое ощущение, как будто бы вот воспринимает этого человека, как пройдет, у него пройдет, ну, либо он какой-то, я не знаю, какой-то сумасшедший, ну, что-то такое, как-то, знаете, со мной стороны с презрением, но только лишь потому, что не понимает эту личность. А личность выстраивает, одевает вот эту вот маску и выстраивает вокруг себя такой вот защитный щит в виде какого-то, какого-то, такого протеста, да, против того, что окружает этого человека, то, что он проживает, да, поэтому он может здесь как-то хамить, он может резко выражаться, пренебрежительно, знаете, как-то иронично причинять боль, но здесь такая личность и она очень, вот если вы, если есть возможность узнать душу этого человека, она очень красивая, вы можете удивиться, насколько она разнообразная, насколько она глубока, насколько она чиста, насколько она прекрасна. Здесь такие беседы могут быть задушевны, здесь человек может использовать какие-то метафоры, образы, очень красивые, очень глубокий человек который как-то вот по-своему понимает жизнь и может действить здесь как воды много именно чувства я имею до энергии он может вас напитать либо она может ну то есть человек я имею ввиду может вас напитать вот если просто сидеть и слушать этого человека вы можете слушать часами удивляться насколько насколько я не знаю я просто восхищаюсь тем что я вижу по этому человеку вот вот такая здесь как называется сигнификация теперь давайте посмотрим почему вы не понимаете но ясное дело потому что вы видите ширму вот а то что скрывается за этой ширмы вы не видите и вам кажется безобразное то что вы видите вот ну давайте посмотрим почему вы не понимаете этого человека потому что с ним боретесь вы его хотите привести в норму в рамку в рамке там я не знаю как-то одеваться так как все выглядеть вести себя этот человек никогда не будет так делать потому что ему это чуждо ему это чуждо и он будет да а как-то вот обвинять вас в лицемерии почему вы не понимаете до этого человека пятерка жезлов о чем нам говорит потому что вы как будто бы боретесь но смотрите пятерка кубков и пятерка жезлов он потом как-то борется да да если борется то самим собой со своим эмоциональным фоном а вы как будто бы не знаю хотите как-то вот свои убеждения до свои мысли донести до этого человека как-то вот такое ощущение что вот вы его хотите вырвать из его состояния в котором он находится показать этому человеку что ты не прав и вытащить его и показать как надо вот а он этому как надо будет сопротивляться потому что у него свое надо и вот здесь вот идет разногласия ваших взглядах на жизнь этот человек чувствует мир через сто процентов я сказал у него есть способности он импат он импат он вас прекрасно чувствует он может вами манипулировать как хочет но он этого не делает а вы его не понимаете вы как-то не знаю вы оперируете убеждениями которые вот свойственные большинству людей он не такой это человек как все мы вам сложно будет взаимодействовать с ним как все надо надо вам будет подстраиваться под под него они он вас понимает прекрасно вы его нет он просто если есть какая-то борьба вашей коммуникации он делает вам ну как будто бы назло что ли потому что вы не прикладываете усилий его понять вы лишь хотите его изменить и а он хочет вам показать что он имеет право на то быть каким таким каким он он есть опять же таки с другой стороны да если мы посмотрим почему вы его не понимаете смотрите у вас здесь выпадает тройка жезлов да то есть развитие вы очень активный человека у него здесь выпадает верховная жрица представляете великий аркад у вас мало у него великий у него душа глубже он видит мир вот как-то интуитивно глобально масштабно а вы видите вот в рамках каких-то не знаю своих понятий то есть он видит всю вселенную а вы видите только свою комнату есть разница огромная то есть вы у вас есть какие-то свои определенные понятия того как человек должен развиваться как человек должен расти и взрослеть не знаю а у него нет таких понятий он в потоке он может делать там не знаю какие-то колоссальные прогрессы для него это ничего не стоит здесь такое ощущение что опять же таки если это ваш ребенок он пришел в эту жизнь чтобы вас научить не вы его вы его не можете ничего научить а он вас может научить и причем здесь опять-таки с вашей стороны выходит какая-то детская позиция отшельник до что возможно где-то вы обижаетесь на него то что вы его не понимаете вы закрываетесь а здесь человек вот смотрите вы отшельник вот свет до которому отшельник стремится найти ответы а эта звезда она сама по себе свет то есть вы стараетесь понять получить ответы от звезды она вам и так светит она вам и так дает а вы отказываетесь вы здесь отворачиваетесь до от этого света вместо того чтобы научиться у этого ребенка либо у этого человека вы еще обижаетесь и говорите что нет ну то есть дистанцируетесь может быть где-то интуитивно вы ощущаете что вот этот человек это персонаж для вас является каким-то идеалом и вы понимаете что вы до него не не доросли вы вы его не понимаете вот именно тонкую организацию душевную потому что где-то погрязли очень много в материи ну то есть не знаю долго живете может быть большой опыт вот и забыли вот об этой душевной чистоте здесь другие вибрации у человека у вас они более приземленные вы как-то вот опираетесь на интеллект он на интуицию я бы сказал что он является для вас учителем а вы учеником если по первой позиции люди смотрят через призму разных ценностей то здесь вы не можете найти общий язык потому что вы живете в разных брак в разных мирах да вы и взрослее вы старше и вы как-то преподносите этому человеку свою реальность вот ту в которой живет большинство людей то есть вот есть вот такая реальность надо вот так надо вот так это человек смеется и говорит что времена прошли уже так как было в твое время так уже не будет в будущем то это вот как будто вы знаете люди будущего которые будут показывать своим вот этим вот безразличием что можно быть собой можно быть другие можно быть настоящим если ты не можешь адаптироваться под меня это твои проблемы то есть здесь даже в беседе с этим человеком разговор идет то есть у вас есть какие-то принципы да надо уважать старших надо уступать место и так далее вот очень много таких установок а здесь человек вам будет просто говорить если я не хочу этого делать не буду и все и с этим не поспоришь то есть вот не понимаете потому что помимо того что разные поколения разное отношение к жизни абсолютно разные вот здесь человек нового времени то каким будут люди где-то меньшей степени вот невзирая на всю свою эмоциональность чувствительность это человек интроверт и никогда знаете вот вот это вот покер фейс вы никогда не увидите его чувства не потому что он скрывает а потому что чувства не нужно показывать да то есть зачем ну вот вот я просто чувствую здесь люди другого поколения здесь вот прям причем разницы не в одно поколение может быть в 2 ну то есть допустим здесь уровень бабушки да а здесь внуков вот как-то так ну либо большой разрыв возрасте вот такая была вторая позиция так и мы с вами переходим позиции номер и последние троечки давайте посмотрим какого человека вы тут себе заказать заказали загадали что за энергия какая-то личность интересная здесь по великим арканом неоднозначная здесь взрослый человек вот если по по первым двум позициям энергия была молодая вот нефа конечно же что это дети ну либо подростки просто энергия молодая то здесь энергия такой такая знаете человека ну где-то между 40 и 55 макс вот какая такая то есть более зрелая энергия что здесь за человек спокойный спокойный энергия больше к мужской идет нежели к женской здесь такой человек который либо восстанавливается после болезни после чего-то либо знаете вот человек такой размеренный человек который никуда не торопится очень часто как-то вот закрывается на такое ощущение что какой-то вот комната она мне показывается как кабинет какой-то вот человек как-то закрывается в своем кабинете да там есть книги вот почему-то старая такая обстановка да вы как раньше в понятие кабинета вот не знаю как человек какой-то военный в отставке да вот что то такое все все в полном порядке все вот на своих местах и человек вот как-то удаляется да и как-то по старой выборовки что ли привычки почитать книги либо газеты что-то такое то есть здесь энергия человека спокойного и могу сказать что он интроверт но и экстраверта тоже нет вот как-то такое вот не могу понять почему он не я его вижу что вот он закрывается до чтобы почитать чтобы вот почитать то есть знаете здесь ощущение того что если надо совершить к но сделать какие-то дела это человек сделает на ну то есть не зная он берет на себя ответственность дата если надо куда-то сходить что то купить он пойдет но если у него высвобождается время от работы то он посвящает это время себе побыть собой как-то там не знаю почитать но опять же да не тот человек который там будет лежать как-то там здесь человек он все время причем даже дома он одетый я имею ввиду не в домашней одежде там пижама спортивно нет а вот почему-то такой знаете вот очень оприятно поэтому какая-то военная выправка то есть человек я его пути вижу мужчиной да но человек вот как-то очень неприятно одет да ты тут там не знаю брюки и там может быть жилет ну то есть не спортивная одежда а вот эта одежда которая можно вот там я не знаю пойти куда-нибудь они чтобы на совещание на какую-то встречу серьезную вот как-то так то есть человек очень неприятный даже дома в домашних условиях вот он все время следить за собой все время следить за чистотой у него все время чистые руки то есть нету длинных ногтей вот нету грязи под ногтями то есть человек который за собой следит для него важно вот это вот культура тела культура вот воспитания да то есть здесь такой человек воспитанный здесь в беседе с этим человеком он всегда будет слушать он будет прислушиваться он не будет лишний раз там разглагольствовать вот знаете вот как если он принял решение значит так и будет его не переубедишь я сказал значит так и будет все больше ну то есть ты можешь прыгать скакать вокруг человек не изменит мнение но прежде чем принять решение он послушает выслушает здесь не эгоист человек но на газ малословный не многословным малословный но то есть не говорит много он он считает что если нужно сказать то я скажу что-то по существу если мне нечего сказать я лучше промолчу здесь такой человек ну-ка я уточню аркан смерти потому что я его никак не считываю по аркану смерти я не могу понять что здесь за энергия фиг кубков но я могу сказать что здесь человек умеет любить если присутствует любовь то это когда-то ранее не сейчас не потому что нету человека то здесь как будто бы выбор который он сделал по отношению к человеку который будет его партнером был сделан ну ранее долгое время вперед-назад не на как это кто как смотрит на то есть партнер есть у этого человека он давно сделал это выбор принял и не не будет менять но сейчас сказать что вот человек как-то там наполнен знаете из категории то что я тебе один рассказал что я тебя люблю все когда что-то изменится я тебе дам знать если я не даю знаю значит ничего не изменилось вот здесь вот как-то так и человек тогда же про это и говорит то есть он не будет говорить о словах любви но при этом человек очень очень преданный хотела сказать вредный возможно да для кого-то и вредный здесь человек очень преданное вы знаете вот прям как собака то есть вы вы даже вот как однолюб вот что-то такое да то есть вот он что выбирает он становится преданным своему выбору он не меняет вот он принял какое-то решение он его не будет менять вот он принял что он например утром там в 5 будет просыпаться в шпише 5 6 будет пить кофе все и это будет постоянно на протяжении всей его жизни он не меняет своих привычек человек предсказуем в своих поступках но при этом очень умен здесь умен здесь есть опыт человека хотя в чем-то он консервативен прям вот во многих вещах он консервативен я сказала 40 55 нет сейчас энергия старше 50 точно 40 нет она здесь старше 50 человек здесь знаете даже дома такое ощущение что вот если уходит в тапочках однозначно это не порванные какие-то тапочки растаптаны но вот почему-то мне идет так что знаете у человека будто бы почему-то тапочки указывать не чтобы он шаркает ногами но вот как-то что-то мне показывает на его тапочки что что-то с этими тапочками не знает все дома уходит в тапочках в носках в тапочках брюках не ходит босиком как не знаю как директор может быть директор лицея что ли директор школы либо военные восставки вот что-то такое какие-то такие энергии идут ну вы загадали человека старше вас почему-то я вижу его мужчины но если здесь женщина интересно если женщина то прямо такая знаете с схваткой если эта женщина то раньше когда-то у него в молодости была любовь сильная любовь а сейчас ее может быть и не быть опять же таки если эта женщина то это какой-то учитель либо какой-то вот бывший предприниматель либо директор ну то здесь не простая пешка и не разнорабочая то и не домохозяйка то здесь учителя хочется сказать с карьерой со стажем со знаниями почему не идет ректор вот все что либо к военному либо все что к учительству там в университете учитель иностранных языков декан что-то такое вот все ребенок прям очень такое серьезное ладно почему вы не можете понять этого человека а здесь вот прям совсем по-другому не так как предыдущих позициях здесь наоборот здесь вы такая более легкая более эмоциональная человек который горит какими-то новыми идеями и вот я сказал что здесь человек консервативные а вы наоборот вы не знаю эмоциональный чувствительный легкий хотите как-то вот веселья праздника он то есть вы живете жизнью вы наслаждаетесь вы пропускаете жизнь через себя вы полны идеями хотите что-то куда-то бежать что-то делать что-то реализовывать под прям очень-очень активной здесь этот человек он как будто бы для вас является каким-то наставником как-то наставником как учителем идет для вас но либо бабушкой но не они вижу родство нет родство не вижу я вижу здесь этот человек он для вас ну вот помимо учительства ничего не могу сказать как наставник какой-то идет причем здесь какой-то вот особой связи нету но здесь не родственник точно я не вижу родство здесь и очень близко вообще не тоже не вижу здесь как опекун какой-то идет но вот вы у меня идете как будто вы знаете вот он направляет всю свою энергию на вас а вы живете сами по себе как-то так то есть у вас есть своими свои взгляды и его мнение вам не нужно да но у нас вопрос почему вы не можете его понять они почему он вас не может понять вы его радуете выпьем для него как солнышко как свет в окне вот вы приносите ему радость удовольствие наслаждение он через вас как-то до проживает жизнь вот то что ему не хватает вот я знаете как сказал например дедушка и внучок какой-то вот маленький ребенок вот он радует свои там вопросы задает и дедушка ему отвечает вот и дедушка как будто вот через своего внучка либо внучку вот радуется жизнью а вы радуйтесь сами по себе на внука ли внучку радуетесь как-то сами по себе здесь такие энергии почему не понимаете потому что для вас это человека здесь большая разница в возрасте может быть даже лет двадцать вы не понимаете этого человека он слишком консервативный для вас он слишком не знаю как динозавр вот вы его видите как динозавр вот он не просто с прошлого столетия вот он настолько древний в вашем видении что такое ощущение что ну что ты мне можешь дать да то есть динозавры уже выбирали а ты остался во что такое вы настолько далеки от этого человека от его энергии что вообще не понимаете здесь даже не этого человека вы не понимаете что то от меня хочешь вот здесь такой вопрос был бы уместен ни почему я тебя не понимаю а что ты от меня хочешь но ясное дело что этот человек хочет вашей энергии, да, то есть вашего света, вашей жизнерадостной, он через вас проживает то, что не прожил, либо было когда-то, сейчас он вспоминает. Вот. А вы, да, он вам и не нужен, в принципе, да, я не вижу, что здесь какая-то связь была. Нужен ли вам этот человек? Мне просто интересно. Да нет, двойка пендакли, нет. Наоборот, как будто бы какой-то, не знаю, для вас груз этот человек, он вам не нужен. Вы ему нужны, а он вам не нужен. Ну, хорошо, тогда почему вопрос, почему я не могу тебя понять, почему вы не можете его понять? Королева кубков. Интересно. Для кого-то, интересный момент, да, для кого-то здесь отношения, вот как бы ни казалось странно, вы не можете понять, почему у вас есть чувство. Чувство, любовь. Может быть здесь, здесь, если есть разница в возрасте, вот прям огромная разница в возрасте, вот и я могу предположить, что этот человек вас любит, либо влюбился в вас. А любите ли вы? Ну да, здесь упадает. Конечно. Король кубков, любите ли вы этого человека? Да, конечно, любите. Вот вам и разворот, да? То есть вы не можете понять, почему он вас любит. Он вас любит за вашу энергию, давайте так скажу. А вы не можете понять, почему вы его любите, да? То есть он вот такой вот, он вам, в принципе, ничего не может дать, да? А почему вы его любите? Не знаю, не знаете вы, десятка жезлов. Не знаете вы, почему вы его любите. Какая-то любовь такая. Девятка жезлов. Чего-то вы тут боитесь. Здесь какая-то компенсация идет. Четверка мечей. Да, разворот. Четверка мечей. А я поняла. Здесь любовь, скорее всего, не в контексте взаимоотношений, а в контексте того, что, возможно, вы боитесь потерять этого человека. Четверка мечей. Может быть, действительно, этот человек для вас является каким-то родственником. Ну, я не знаю, папой, дедушкой. И вы его очень сильно любите и боитесь, что этот человек, он для вас является какой-то опорой, фундаментом. И вы боитесь, что он умрет, и вы останетесь без этой опоры, что ли. здесь не в контексте помощи, а здесь в контексте того, что, знаете, вот к этому человеку можно прийти и с ним поговорить, он даст дельный совет. Вот как-то, знаете, вот какой-то отцовская забота, что ли, чувство безопасности. Вот что-то такое. То есть я так понимаю, что вы боитесь, что если этот человек умрет, то вам потом будет как-то сложно. Да, вам будет больно, сложно, и вы закроетесь. То есть для кого-то, возможно, действительно, любовные отношения. А для кого-то, если это всё-таки родственные, то человек при физическом переходе в иной мир вам потом как-то сложно. Это человек даёт вам какую-то силу, я говорю, даёт вам какую-то опору. источник. Интересно, вот вы видите в нём, да, источник какой-то своей силы и энергии, но на самом деле он видит вас. Вы даёте ему ту радость, ту жизнь, то продолжение, тот смысл жизни, да, как-то вот окрашиваете его жизнь с яркостью, с какими-то впечатлениями, эмоциями. Интересно, интересно. Ну, расклад общий, но здесь прям я удивлена, я удивлена, не знаю, напишите, мне интересна третья позиция, кого вы тут загадали. Вроде бы я не чувствую здесь каких-то родственных связей, но с другой стороны не исключено, не исключено. Кто его тут знает, здесь разные, либо здесь разные люди и разный вариант, то есть для кого-то это и личная жизнь, для кого-то это и родственник, а для кого-то это может действительно наставник, учитель, очень важный, очень ценный в вашей жизни, который помогает вам как-то повзрослеть. Не знаю, интересная позиция, тройки всегда что-нибудь такое выкинут. И так, на этом у нас все. Напоминаю, заходите в раздел сообщества на Блиц, читайте последний пост Блиц консультации, приходите, приходите на личную консультацию, в описании к этому раскладу дам ссылку на канал Марины, кто я Таро, у которой вот я подсмотрела идеи, вот, и на этом все. прощаюсь с вами, отличной вам всем недели, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok